Друзья, добрый день. У меня машина Toyota Venza и я хочу сейчас рассказать то, что я как бы на ней сделал. Вроде бы для многих это покажется очень просто, как для меня просто чинить стиральные машинки. Но для кого-то многие вещи, которые простые для меня, это космос, потому что он недостижимый. Так и тут, понимаете, никогда в жизни я это не делал, но тем не менее вынудилась ситуация и я это сделал. Я хочу рассказать о том, что как можно поставить неродные диски на машину. У меня в данном случае Toyota Venza. А диски, поскольку я покупал их вместе с шипованной резиной, мне практически они оброшлись на 150 долларов дешевле, но у них чуть-чуть другой диаметр. А поскольку я покупал у наших, знаете, а вот есть такая, есть такая, скажем так, фраза, которую вы очень хорошо знаете. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Так вот, да, русские друг друга не обманывают. Я покупал, естественно, у русских. И мало того, что мне вглупили другой диаметр дисков, не 18-19, я сразу на это не посмотрел, но резина была того размера. И мне сделали так, что я, знаете, протупил немножко и не обратил внимания. Мне еще дали другого размера и сказали, что нужно будет поставить обыкновенные вот такие вот пластиковые кольца. Когда я снял эту резину, оказалось, что кольца там раздробились. Потому что кольца, оказывается, есть алюминиевые, которые я вот сейчас вот купил, я вам покажу, как их поставить и что нужно сделать. А есть пластиковые. И есть пластиковые новые, а есть пластиковые бэушные. И есть пластиковые одинаковые в колесах, а есть пластиковые разные в колесах, еще и бэушные. А так русские друг друга не обманывают. То есть меня поимели на дисках. А до Чикаго довезет? Да везет до Сан-Франциско и обратно. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга? Меня поимели на вставках, меня поимели на размере диска и на том, что они разные. И это все, понимаете, вот русские друг друга не обманывают. Более того, я молчу про цену. Мне вот эти вот пластиковые штуки сказали, что здесь они в Канаде дорогие, и мне влупили по 5 долларов за штуку. Ладно, окей, 5 долларов за штуку, так 5 долларов за штуку. Ну дайте хотя бы одинаковые. Они одни размером 73 миллиметра, а другие размером 72,6. А вообще нужно просто 73,1. То есть вы понимаете, что там еще есть где-то 73,1. То есть из четырех колец три не одинаковые. Естественно, одно из них раскрошилось. Я вам покажу немножко поближе. Одно из них смялось, вон в дребезги. Обмялось его... Нет, здесь не сильно видно. Ну, короче говоря, его еще повело, естественно, на лопу, когда я снимал. И оказалось, что она стоит не 5 долларов за штуку, а оказывается за комплект пластиковых новых колес с доставкой с Амазона домой. Вечером заказываешь, в обед привозят. Стоит, оказывается, 11 долларов. А если ты хочешь алюминиевые и крутые, то это уже будет на целых 3 доллара дороже. В итоге. Как вы знаете, подводя такой краткий итог, я еще ремонт не начал, но сейчас покажу. Это было такое, знаете, длинное вступление в возмущение. О том, что если вы приезжаете в чужую страну и говорите фразу, ой, вы знаете, я здесь первый раз, помогите, то первая мысль, которая, наверное, приходит у наших в голову, это как можно с этого человека собрать побольше денег. У меня таких примеров вау! Просто тьма! Вот связаться с нашими, это капец, не обижайтесь нашим. Я не знаю почему, но это вот в Америке это так. То есть, если ты не в Канаде, то есть, только что приехал и связываешься с нашими, то у них обязательно первая мысль, как можно с тебя фактически поймать деньги. Это не всегда, но очень-очень-очень часто. Кстати, в церкви у меня получилось наоборот. Меня, мои друзья из церкви, не то что, знаете, помогли, встретили, на двух машинах встретили, пригласили в гости, поставили тортик «Welcome to Canada». Потом, знаете, мы еще там... Короче, мы еще там определенное время были на карантине. Нам продукты бесплатно привезли. То есть, как бы, знаете, русские от русских отличаются. То есть, это не значит, что церкви только хорошие, а вне церкви плохие. Нет. Просто бывают вот такие ситуации такие. В церкви тоже бывает плохо. И вне церкви тоже бывает хорошо. Я просто не эту мысль хотел передать. К тому, что, как бы, не знаете, не все так однозначно, что у русских все плохо. Нет. Но именно здесь, в Америке, почему-то это очень часто получается, что те, кто уже здесь долго, тем, кто только приезжает, вот такое вот у них отношение. Так, друзья, приходим непосредственно к ремонту. Я сейчас хочу показать, что в итоге получается. Вот. Что было? Точнее, как оно было? Вот. То, в каком виде оно пришло. Вот. Вон. Сокси на ней. Вот. С грязью. Смучусь совсем. Видите? Вот оно. Сейчас, дальше покажу. Видите? Или, например, если мы еще посмотрим вот на соседнее кольцо. Вот. Видите? Это я содрал. То есть, оно вообще другого размера. Это все туда грязь забилось. То есть, то, что это кольцо поставили, его что ставили, что не ставили. А в идеальном случае должно быть вот так. Вот. Если покажу, как на вот этом вот колесе. Вот. Я уже его зачистил. Идеальное вот это вот колечко. Вот оно вот так вот выглядит. С двух сторон. Оно идет вот с такой вот коробочки. Размером. Внешний диаметр 73,1. Внутренний 60,1. То же самое. То есть, это колечко у нас вставилось вот сюда просто идеально. Так это алюминий. Это же не пластик, который стоит буквально копейки. И понимаете, это еще на Амазоне. Если вы поедете в обыкновенный магазин и купите их не четыре штучки с доставкой, в маленькой упаковке, а купите их в 20 стук, у вас шиномонтаж. Я думаю, что цена такого кольца будет 0,5 доллара. Но с наших же нужно содрать по... По сколько там получается? По 5 баксов за кольцо. Ой. Ладно. Что нужно сделать? Смотрите. По умолчанию, в принципе, эти кольца сюда... Ну, стремно мне, честно говоря, ставить. И я для этого на шуруповерта делал вот такую вот насадку. И это хочу все прочистить. Все. Давайте попробуем. Все. Ну и можно еще сделать вот так вот. Ну, тут задача, знаете, не сделать идеально, но убрать мусор, тот, который есть. Давайте его попробуем еще на следующем колесе, которое у нас есть. Вот на этом вот. Она сейчас обойдет, не войдет. Попробуем. Нет. Видите. Она сейчас тут тоже не входит. Ну, как и туда. Туда, конечно, легче. Потому что у нас здесь везде, вон, вот такой вот мусор. Здесь тоже самое. Попробуем. Тоже не очень. Будем считать, что зачистили. Давайте попробуем. Все. Как новенькое. О, ух ты. Ну и все. Осталось последнее. Где последнее? Ох. Вот, кстати, оригинальное. Сколько тут, я не знаю, это увеличенного диаметра. Да, вот смотрите. Оно сюда вообще не входит. И даже то, которое лопнувши. Знаете, у меня такое ощущение. Сейчас я вам даже покажу, насколько оно не входит. Вот смотрите. Оно не входит где-то, то есть, на миллиметр. На миллиметр. Потому что оно другого размера. Мне кажется, они его изначально откололи. Бахнули, по-моему. И тогда оно вот сюда зашло. Я что, это не увижу. А если увижу, это только через год. Вот такое вот в отношениях... Ну-ка, нет, не садится. А-а. Буряшки? Нет. Нужно чистить. Ну, естественно, никто это не чистил. Поэтому получилось... Сейчас вот тут как раз ближе снимается. Может, я смогу показать. Сейчас, какой-то тут... Видите, помятая? Да. Вот смотрите. Сейчас постараюсь показать. Если вы видите. Оно вон вообще и треснуло. Вот, расходится. Видите? И, в принципе, наверное, вы можете увидеть, что у него неправильная геометрия. То есть, его сюда бахнули, его на вообще даже треснутое. Вон. То есть, просто забили четыре кольца и три из них разного диаметра. Это, конечно... Делаем. На, бля. Ну, это самое плотное получилось. Все. Друзья, вот такое видео длиной... Ого, какая там длина? Девять минут и двенадцать секунд. Девять минут? Ого! Что-то долговато получилось. В принципе, сложно в этом, оказывается, ничего не было. Можно их вот такие вот колечки заказать. Я думаю, что в России, в Украине вы можете купить это на рынках. У меня диаметр ступицы, точнее, на то, куда садится сам диск, шестьдесят целых одна десятая миллиметра. У кого-то что-то другое. То есть, если у вас диски какие-то другие, то, оказывается, ничего сложного в этом нет. Хотя, например, год назад я бы в жизни на это не рискнул, потому что я вообще без понятия, как это все выглядело, и как это... Для меня это было ой-сложно. Если меня сейчас смотрят шиномонтажники, мне кажется, вы думаете, ё-моё, что здесь сложного? На самом деле, пока это не сделаешь первый раз, оно сложно. Я думаю, так же с ремонтом стиральных машин, посудомоечник, вытяжек и всего остального. То, что для кого-то, знаете, просто когда показываешь, на самом деле это космос. И когда первый раз сделаешь, ничего сложного. Поэтому, друзья, Божьих вам благословений, всего хорошего, успехов в ремонте. Я надеюсь, что у вас все получится. Все. Всем пока. Счастливо.